Привет. У меня для вас отличные новости. Теперь вы можете манипулировать цветами прямо в CSS. Я говорю не про припроцессоры, да, про чистый CSS. Что значит манипулировать? Это значит, вы можете их смешивать, изменять или даже сравнивать контраст цветов и выбирать более контрастный. И нет, речь точно не про SAS, пост-CSS, лес или что-то такое. И речь даже не про всякие трюки с кастомными свойствами, когда вы внутрь цветовых функций RGB, HSL и так далее прокидываете какие-то штуки, а потом трансформируете их. Нет, я говорю про обычные цветовые функции и спецификации CSS Color пятого уровня. Они начали появляться в некоторых браузерах. Давайте посмотрим, как можно будет гибко работать с цветами, когда эти цветовые функции появятся во всех браузерах. А пока Safari Technology Preview и чуть-чуть Firefox Nightly. Давайте посмотрим на простую страницу. Смотрите, у нас здесь есть три блока. 100 вопрос из 100. Первый блок покрашен в томатный цвет, второй Гейнсборо, а третий желто-зеленый. И, допустим, наша задача смешать томатный с желто-зеленым. Ну, понятное дело, что по середине получите не Гейнсборо, а что-то другое. И как мы это можем сделать в этом случае? Давайте сначала поймем, что такое смешение цветов. Ну, представим, что мы взяли одну краску, вторую краску, и натурально смешали ее в отдельной баночке. Когда вы ремонт делаете, вы так, ну, на основу белого цвета добавляете колер и получаете какой-то оттенок, который вам нужен. Правда? Вот то же самое бывает в интерфейсах. Иногда есть основа, белый цвет, и туда нужно добавить какую-то часть какого-то другого цвета существующего. И речь не только про прозрачность, речь не про фиксированный цвет, а речь про то, чтобы это динамически можно было делать прямо в браузере. Изменяется одно, изменяется другое, и третье синтезируется. Вот это смешивание цветов. Я создал файл styles.scss, и сейчас перенесу туда наши цвета. Собственно, их описание. Сохранил, видите, цвета пропали. Возвращаюсь сюда, ничего не произошло. Это почему? Ну, потому что нам нужно еще подключить собранные стили. На самом деле у меня здесь в фоне происходит магия. У меня в первой вкладке консоли происходит живой сервер, который все это обновляет, когда я сохраняю. А во второй запущен sas с вотчером. Он просто собирает из styles.scss, styles.css. Сервер это все подхватывает и обновляет страницу. Давайте, собственно, подключим эти стили. Да, вот так вот. Link.css.style.css. Подключили. Все. Теперь у нас вот этот CSS собирается. Но пока у нас все еще нет нормального цвета, который нам нужен. Что нам для этого нужно сделать? Ну, для начала добавим сюда цветовую функцию mix, которая есть только в SASE. Мы возьмем цвет томейта, возьмем цвет yellow-green и смешаем их пополам. Смотрите, у нас здесь получился усредненный цвет между томатным и желто-зеленым. Не очень красивый, но правдивый. И если бы мы сделали вот так вот, смотрите, томейта yellow-green 100%, то ничего не поменялось бы. Потому что что здесь происходит в этой цветовой функции? Смотрите, томатный цвет примешивается ко второму параметру, желто-зеленому, в соотношении 100 к оставшемуся. Но остается ничего, поэтому это полностью томатный цвет. А если мы добавим то же самое сюда, но с другим соотношением 0%, то мы говорим, что томатный цвет 0, а второй цвет все остальное. Поэтому получается вот это соотношение. Ну и давайте расставим все, как оно здесь на самом деле. То есть у нас здесь 100 к 0 соотношение, здесь у нас 50 на 50, а здесь 0 к 100. Ну зачем я все усложнил в первом и третьем случаях? Можно же было смешивать только во втором, да? Смотрите, я потихонечку подвожу нас к тому, как это будет работать в CSS. Давайте сейчас мы согласимся, что SAS делает потрясающие вещи, но все-таки подобные штуки было бы хорошо делать прямо в CSS. И мы к этому уже, в общем-то, готовы. Ладно, с CSS мы поиграли, он нам больше не нужен, поэтому отключаем файл стилей, и все пропало. Теперь давайте перенесем это обратно, и вместо цветовых функций, которые были в SASS, мы используем цветовые функции из CSS. Синтекс здесь немножко отличается. Нам здесь нужно писать не mix, а color mix. И давайте немножко все отформатируем иначе, чтобы было понятнее. Мы смешиваем томата с желто-зеленым, и здесь нам нужно указать соотношение прямо рядом с цветом. То есть аналогично здесь 50% томатного, желто-зеленый, и похожим образом здесь томата, желто-зеленый. Вот так. Видите? То же самое. Никакого припроцессора, все работает прямо в браузере. Я прям вижу, как вы ставите на паузу и бежите проверять, как это работает. Но рано, рано. Пока это работает не везде и с легкими нюансами. Давайте сначала поймем, где это уже работает. Прямо сейчас я вам показывал, как это работает в Safari Technology Preview. Это такой браузер, который обновляется раз в несколько недель, может быть, раз в месяц. Его делает компания Apple для того, чтобы показывать все новые вещи, которые когда-нибудь появятся в Safari. Но даже в Safari Technology Preview все это не включено по умолчанию. Вам нужно пойти в диалог Develop, экспериментальные возможности, и здесь найти цветовые функции. Color Contrast, Color Mix и Relative Color Syntax. Мы про них сегодня еще поговорим. Кроме Safari Technology Preview это еще и работает в Firefox Nightly. Ну, как работает? Не совсем работает. Все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что цвета смешиваются не просто так, а в каком-то цветовом пространстве. И в этой функции Color Mix есть третий параметр, который по умолчанию не указан в нашем примере. Но его можно указать, точнее даже нужно указать, чтобы оно заработало в Firefox. Давайте посмотрим. Если мы напишем здесь in srgb, и скопируем это везде, сохраним, то оно сломалось в Safari, но починилось в Firefox. Хорошо, цвета мы научились смешивать прямо в браузер, только подумайте. Но еще можно использовать относительные цвета. Что это такое? У вас есть какой-то цвет, обозначенный, не знаю, hex, rgb, hsl, да хоть ключевым словом. И есть место, где вы хотите этот цвет использовать, но немножко его поменять. То есть, допустим, сделать его прозрачнее. Что вы можете сделать прямо сейчас? Взять припроцессор и, да, вот это все. Давайте мы снова посмотрим, как это работает в SASE, а потом попробуем воспроизвести на CSS. Сначала посмотрим, как это можно сделать прямо сейчас. Смотрите, у нас есть div, у которого цвет указан ключевым словом, tomato. Отличный цвет. И у нас есть три других дива, у которых, чтобы указать прозрачность этого томатного цвета, мне пришлось сконвертировать его в RGB, ну, точнее, подсмотреть его значение, а потом указать прозрачность через слэш, то есть 80, 60, 40. Это что за такой синтаксис? Где запятые, где 0,8 и так далее? Не переживайте. Это новый синтаксис указания прозрачности и вообще новая цветовая функция RGB. Ну, и HSL тоже. Раньше, чтобы использовать прозрачность в CSS, нам приходилось из функции RGB делать функцию RGBA и четвертым параметром дописывать альфа-прозрачность. Ну, плюс-минус удобно, но знаете, когда у вас цвет записан хексом или даже ключевым словом, не очень получается, правда? Ну, в общем, это новый синтаксис, он немножко удобнее, потому что вы можете использовать одну функцию RGB или HSL для того, чтобы добавлять или не добавлять прозрачность в зависимости от того, как вам нужно. Плюс параметры указываются через пробел. В общем, это отдельная история. Главное, что я использую сейчас новый синтаксис, и он вполне себе кроссбраузерный. Ну, это понятно. Но мне пришлось сконвертировать цвет томатный в RGB. Это не очень удобно, правда? В вашем случае это может быть хекс, не обязательно ключевое слово, но я решил довести это до экстрима, что вообще неудобно добавлять прозрачность к этому цвету. Как это можно сделать и при процессорах? Ну, давайте попробуем. Снова возьмем наши блоки, которые у нас в SAS, сохраним. У нас сработал фалбетчный цвет томатный, нормально. Перенесем их в styles.css, сохраним. И подключим сюда styles.css. Все прекрасно сработало. Но как сработало? Не очень красиво-то, да? Давайте сделаем так, чтобы это обрабатывал SAS. Давайте поменяем это все на томейта и немножко в другом синтаксисе. Вот так вот. Сохраним. Ого, теперь все гораздо удобнее. Смотрите, томейта, запятая и степень прозрачности. Давайте проверим. Styles.css. Да? Видите, нам SAS генерирует прозрачность сам на лету, потому что мы указали это в таком синтаксисе. Мы используем нашу переменную или ключевое слово, и мы получаем нужное нам значение в сгенерированном CSS. Это, в общем-то, удобно. Другое дело, что нам нужно для этого использовать припроцессор. А мы хотим от этого отказаться, правда? И снова вроде бы нормальное решение. Мы взяли припроцессор, указали все параметры, и все у нас прекрасно работает. Но, понимаете, припроцессоры, они всегда развиваются как? Так, потребности разработчиков поиграли, 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 поняли, что это действительно важно и нужно, и это потом попадает обратно в язык. Та же самая ситуация здесь. Цветовые функции потихонечку будут переезжать из припроцессоров в обычный CSS и обогащать наш общий язык, который работает сразу в браузерах, и гораздо мощнее из-за того, что он работает прямо в браузерах. Давайте посмотрим, как это можно сделать на чистом CSS. Отключим наш файл со стилями от SAS, опять все пропало, и начнем писать цветовую функцию. Скопируем обратно, и вместо цветовой функции, которая делает магию, мы используем кое-что другое. Давайте для большей вразительности будем использовать переменную томейта, которая у нас уже создана заранее. То есть мы фаллбечный цвет укажем здесь вот такой, тоже из переменной. Видите, ничего не срабатывает, потому что это не CSS. А здесь укажем вот что. Перенесем для лучшего форматирования и напишем from color, то есть у нас здесь будет передаваться томейта, и здесь напишем rgb, и сколько мы здесь хотим получить? 80%. Раз, сработало. Ну и аналогично раскопируем здесь тоже. То есть 60% и 40%. Да, работает. Смотрите, у нас берется наш любой цвет, по сути, говорится, что мы меняем, и добавляется к нему прозрачность. Выглядит диковато, я понимаю. rgb, разделенные пробелами, слэш какой-то, еще что-то. Но на самом деле все очень-очень правильно и нужно. Если внимательно почитать спецификацию CSS color пятого уровня, да и четвертого уровня тоже, в общем-то, почитать стоит, там все это объясняется. Эти три отдельные буквы rgb или hsl или какие-то другие цветовые модели, которые могут использоваться, они там не просто так. С помощью них вы можете дополнительно модифицировать цвета. У меня не получилось заставить работать hsl, но с rgb получилось не только добавить прозрачность, но еще и поменять сами цвета. Давайте посмотрим. Как это работает? Мы берем rgb и добавляем к нему прозрачность. Это понятно. Но здесь мы можем добавить еще кое-что. То есть, смотрите, мы r оставляем в порядке, g оставляем в порядке, а в blue, не знаю, добавляем 20%. И получается, цвет поплыл немножко. Давайте добавим, не знаю, 100%. Во, видите, цвет поехал. Мы добавили сюда blue побольше, а сюда мы можем, допустим, в r сделать минус 50%. Видите? Мы убрали красный из этого цвета на 50%. Ну и, конечно же, зеленый, не знаю, плюс 50%. Ну да, не так драматично, но смотрите, мы модифицируем цвета на лету прямо внутри. Мы говорим минус 10 плюс 50, а blue оставайся как есть. Плюс еще прозрачность. А можем прозрачность не менять. Видите? Получается полноценный цвет. В общем, безумно гибко. К сожалению, это пока работает только в Safari Technology Preview 122. В Firefox Nightly работает только наш предыдущий пример, где был Color Mix. И следующий пример тоже не заработает в Firefox Nightly, но там потихонечку начинают появляться те же самые цветовые функции. Так что будем радоваться и ждать. А пока только в Safari. Ну и, пожалуй, самый сногсшибательный пример, последний на сегодня, это то, что в Sassi можно делать, но не слишком удобно. А в CSS это можно будет делать нативно. Речь идет про контраст. Какая история с контрастом? Допустим, у вас есть черный фон. Хорошо. И у вас есть белый фон. И вы понимаете, что для черного фона вам нужен белый текст, а для белого фона нужен черный текст. Но это такие экстремальные примеры. А есть куча всего посередине. То есть для серого фона серый цвет подойдет? Нет. Как вы это понимаете? Ну потому что у них разница между ними небольшая, и серая на сером, черная кошка в черном доме будет видна плохо. Правда? И поэтому вот с такими ситуациями нам приходится периодически сталкиваться. И дизайнеры заранее продумывают, какие цвета контрастны или хороши. И получается ситуация, в которой у нас есть, допустим, цвет текста, и нам нужно следить внимательно, чтобы цвет фона никуда не поехал. Иначе в какой-то момент текст будет нечитаемый. И CSS нам может в этом помочь. Но сначала посмотрим, какие вообще шаги можно сделать, чтобы что-то подобное сделать на припроцессорах. Это, в общем, возможно, но непросто. Давайте посмотрим на наш сеттинг, как у нас устроено все в самом начале. Смотрите. У нас есть снова коробочки, только теперь их две. У первой из них фон задан параметром background. И, допустим, мы этот параметр передаем в конкретном элементе и говорим, что белый. Во второй элемент мы передаем параметр черный. Соответственно, это становится фоном наших коробочек. Дальше мы указываем цвет текста. И в этом как раз вся история. Я бы не хотел указывать эти цвета. Я бы хотел просто прокидывать цвет фона, и чтобы браузер сам подбирал из какого-то списка подходящий контрастный фон. И что-то мечтался. Цвета, чтобы мы подбирали. А тебе зарплату за что платить будут? Или дизайнеру? Ну, на самом деле, это можно сделать. Но давайте сначала посмотрим, можно ли это сделать на сассе. Скажу сразу, история чуть сложнее, чем кажется. И чтобы сделать это так же, по тем же принципам, с той же гибкостью, как это сделано на сассе, придется повозиться. Поэтому я не довозился, и я предлагаю попробовать сделать что-то подобное вам. А я вам покажу самую основу. Открываем файл стайл с ссс и посмотрим, что у нас здесь есть. Смотрите, у нас здесь есть функция, называется colorDifference. И мы возвращаем либо true или false из этой функции, если цвет, который мы сюда передали, контрастный относительно фона. Смотрите, здесь foreground, то есть цвет текста, например, и background, цвет фона. Мы можем сюда в эту функцию передать что-то и получить ответ. Контрастно, неконтрастно. И на основе этого принимают решение. Я нашел вот решение в этой статье, почитайте подробнее. А так, в принципе, основа есть. Мы можем взять список из цветов, черного, белого, и подставляя их сюда, определить. Но вот эту часть я пока не дописал. На самом деле мне это просто и не нужно, я при процессоре не использую. Но если это будет нужно или важно вам, вы можете дописать реализацию. А я вам покажу, как это работает на чистом CSS. Ну, извините, кое-что вам придется сделать самим. В общем, в CSS есть цветовая функция, новая, клевая, которая работает в Safari. И мы сейчас посмотрим, как с ней работать. Идем сюда, удаляем наши цвета. Сохраняем. Ну и все пропало. У нас черный текст здесь и здесь. И в общем, да. Давайте в общей стиле для обоих блоков напишем кое-что. Напишем color, дальше color contrast и напишем, например, var background vs vs, то есть против black, запятая white. Раз. Получилось. Опять магия. Ты что ж творишь такое? Что здесь вообще происходит? Мы цветовую функцию говорим. У нас есть первый параметр и есть список других параметров, относительно которых нужно сравнить. И мы берем первый за основу и дальше идем по списку и подбираем наиболее контрастный цвет из этого списка. Алгоритм такой, что мы идем до конца списка, потом сравниваем, какой из них самый контрастный и возвращаем как значение этого свойства. Если мы находим два цвета с одной и той же контрастностью, мы вернем первый цвет из этого списка самых контрастных. Ну, с черным и белым как-то немножко прямолинейно. Давайте попробуем что-нибудь другое. Например, напишем здесь мой любимый томейто. Смотрите, под томатный фон белый цвет текста не подходит, подходит черный. Хорошо. А если я, например, напишу здесь, ну, что-нибудь в хексом, например, допустим, 777. Ага, черный текст все еще контрастный. А если 666, во, видите, уже белый. Ну, и аналогично здесь. Какой-нибудь плам. О, черный текст уже лучше. Или dark blue. А тут уже белый текст лучше. Ну, и так далее, и так далее. Играть можно бесконечно, браузер не ошибается. Не знаю, как ваши мечты, но мои сегодня сбылись. Я, правда, очень давно мечтал о цветовых функциях. И это прям первый звоночек. Все. Будет. Точно. Спека есть. Браузер начинает отреализовывать. И осталось только... Осталось только подперельной реализации. Немножко спецификацию доделать. Есть еще функция color adjust. Есть разные синтаксисы, которые предлагаются. Но, видите, первые ласточки. Ласточки уже полетели. Если говорить про реализацию, они тоже далеки от идеала. Где-то нужно указывать sRGB, цветовое пространство. Где-то не нужно указывать. Например, в Safari не работает ключевое свойство current color, потому что они это делают на уровне парсинга, но они это динамически не переспрашивают и не перезаписывают. Поэтому, в общем, есть разные сложности. Они об этом говорят прямым текстом. Это черновые самые изначальные реализации. Но они потихоньку будут развиваться, и за этим обязательно нужно следить. И, более того, заходить в issue на GitHub, CSS Working Group, и писать о том, что вам нравится, что вам не нравится, и чего бы вы хотели от этого получить. Так что высказывайтесь. Если у вас есть мнение, если у вас есть задачи, которые эта спецификация не решает, приходите и рассказывайте об этом. Но сначала, конечно же, внимательно прочитайте спецификацию. Там есть много всяких нюансов. Там есть много всяких очень умных вещей, которые не лежат на поверхности. Цвета — это непросто, но дико интересно. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать немножко ближе, а вы сможете продемонстрировать поддержку тому, что я делаю на этом канале. Ну, а если вам и так нормально, просто подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте про этот канал и про это видео вашим друзьям. И давайте обсудим в комментариях, что вы думаете про цветовые функции, нужны ли они в CSS, достаточно ли вам того, что будет в CSS, или вы все-таки хотите остаться на припроцессорах, и так далее, и так далее. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok